В эфире ДПС на ОТС, в студии Анастасия Бойко. Здравствуйте. В начале выпуска информация о резонансной трагедии, которая произошла в Машковском районе области. Автокатастрофа унесла жизни трех человек, двух взрослых и десятилетнего мальчика. Скорее всего, владелец девятки существенно превысил скорость. 38-летний водитель ВАЗа ехал по автодороге Р-255. На этом участке нельзя выезжать навстречу. Несмотря на запрет, автомобилист пересек сплошную полосу. На большой скорости машина врезалась в КамАЗ, а от удара ВАЗ отбросила в кювет, где автомобиль перевернулся. Чтобы избежать возгорания, пришлось задействовать наряды МЧС. Водитель автомобиля ВАЗ-21-9 двигался со стороны города Новосибирска. Пристраившись на выставлении, приехал на полосу и встречное движение и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ. Впоследствии на месте погибли водители 62-го года рождения. Пассажиры автомобиля девятки погибли, которые находились на заднем сидении. Справа ребенок 60-го года рождения. И пассажир слева за водителем 68-го года рождения. Пассажиры девятки не были пристегнуты, но даже эйрбэги и ремни не спасли бы их. Как правило, лобовые столкновения самые опасные, и шансов выжить в них практически нет. В этой аварии удар был настолько мощный, что от ВАЗа осталась только груда металла. Нет крыши, нет дверей, выбиты стекла. Даже невозможно определить, где находится передняя часть авто, а где багажник. Скорее всего, люди из девятки даже не успели понять, что случилось. Их тела смяло за доли секунды. Смерть наступила мгновенно. Опасный обгон стал причиной еще одного смертельного ДТП. Этот инцидент произошел в Новосибирском районе. Мужчина за рулем Мазды начал обгонять попутку, но неверно рассчитал расстояние до встречной машины. Иномарка протаранила Тойоту. После столкновения спринтер отбросила в попутную камре. Пассажирка одной из Тойот скончалась до приезда медиков. Водитель спринтера получил открытый перелом носа. Женщина из салона Мазды сломала плечо. Все они также не были пристегнуты ремнями безопасности. Это значит, эйрбэги не сработали. Хотя в данном случае подушки могли бы уберечь от серьезных травм. Отмечу, инициатор аварии не пострадал. Теперь его ждет лишение свободы и компенсация морального и материального ущерба родственникам умершей женщины. Еще один человек умер в результате аварии на Черепановской трассе. И, скорее всего, причиной этой трагедии стал неосторожный обгон. Водитель Нивы выехал на встречную полосу, но не успел вывернуть руль перед приближающимся Субару. Отечественный внедорожник от удара выбросил острассы. Передняя часть авто серьезно деформировалась. Владелец ВАЗа и его пассажиры не были пристегнуты. Водитель автомобиля ВАЗ-21-21-40 в нарушении правил дорожного движения выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Субару Фореста. В результате происшествия на месте столкновения погибла пассажирка автомобиля ВАЗ-21-21-40. В момент столкновения попал в объективы камеры видеорегистратора. Отмечу, на данном участке трассы нет уличного освещения. Из-за темного времени суток и дальнего света фар видимость могла быть ограничена. Пассажирка Нивы, 62-летняя женщина, скончалась до приезда бригады скорой. Водитель доставлен в больницу с переломом костей таза и сотрясением мозга. Также медикам передали двух пассажиров Субару. Все пострадавшие госпитализированы в Черепановскую больницу. Другая автокатастрофа произошла в Ленинском районе Новосибирска. Как и в предыдущих ДТП, причиной этой аварии стало элементарное несоблюдение правил безопасности. 10.40. Водитель 1958 года рождения на автомобиле «Волга» двигался по улице Батнутина со стороны улицы Немировича-Даченко в сторону улицы Мира. Путь исследования у дома 50 по улице Батнутина совершил столкновение с фронтальным погрузчиком. В данном ДТП водитель «Волги» включил травмы несовместимой с жизнью. Его пассажирка 1957 года рождения с различными травмами в тяжелом состоянии доставлено в больницу. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Уже установлено. Автолюбитель на «Волге» направлялся в сторону Мира. Не успел затормозить перед попутным погрузчиком, который убирал снег с проезжей части. Легковушка на скорость залетела под технику. Водитель «Волги» скончался до приезда медиков. Его пассажирку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Добавлю. За несколько секунд до столкновения машина попала в объектив камер наблюдения. Судя по кадрам, автомобилист ехал на большой скорости. Когда общий поток притормаживал, водитель не сбросил скорость. В каком он был состоянии, покажет медицинская экспертиза. Каждый пятый перекресток аварийно опасный. Начальник управления ГИБДД по нашему региону рассказал, что такое очаги аварийности и какие меры будут приняты для их ликвидации. Подробности в рубрике «Эксперт». Что такое очаг аварийности? Это участок места, вернее, автодороги определенного значения 1 км, на территории которого происходит 3 и более дорожно-транспортных происшествий одного вида. Таких у нас очагов в области 30. Из них 18 в городе Новосибирске. И остальные распределены по территории области. Это дороги муниципального значения, по-моему, 1 очаг в Черепаново. На федеральных автодорогах там 5 очагов. И оставшиеся на автодорогах территориального значения. С Министерством транспорта области, с автодором разработали планы по ликвидации этих очагов аварийности, в которые включены там и ограничения скорости движения, и разделение транспортных потоков, встречных направлений, и нанесение дорожной разметки, ликвидация, либо наоборот, обустройство пешеходного перехода. То есть мероприятия разные, в зависимости от очага предлагаются различные мероприятия. На этом у меня пока все. Присылайте свои истории и вопросы на почту редакции. В студии работала Анастасия Бойко. Не нарушайте правила и помните. Дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами. До скорой встречи в ДПС на УТС. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...